В селе Онбер-Джилга сегодня большой праздник – открытие медицинского пункта. Прежний фаб был построен еще в 50-х годах, и к сегодняшнему дню здание порядком устарело. Новый медпункт возвели буквально за несколько месяцев. Принимать пациентов здесь теперь будет гинеколог, терапевт, стоматолог и несколько медсестер. В ближайшее время сюда завезут необходимое медицинское оборудование. Все, что нужно для обслуживания жителей нескольких сел. Данный фаб будет обслуживать 3,5 тысячи человек. Это три села – Онбер-Джилга, Хаэрма и село Мадониад. В общей сложности строительство длилось три месяца. Как вы сами видите, строительство закончилось в хорошем качестве. Сейчас созданы все условия для работы врачей, медицинских сестер. Я с 94-го года работала в старом ФАПе. Сегодня открываем новый. Прежний лет 50, а то и больше прослужил. Там уже и пол прогнивший, и потолок кое-где обвалился. Теперь наши пациенты будут приходить в хорошее светлое здание. А мы будем работать на новом оборудовании. Как говорят сами жители села, им наконец-то есть куда обратиться в случае внезапной болезни. И не бояться, что врачебная помощь будет несвоевременной. Раньше для того, чтобы попасть на осмотр к врачу, нужно было преодолевать большое расстояние. А сколько раз у жителей случались резкие приступы посреди ночи. Но бежать за помощью было некуда. Скорая и вовсе не приезжала. После развала союза у нас семейный врач начал нас обслуживать, но не в полной мере. Потому что несколько сельских местностей, там много народов. Один врач никогда не успевал. Мы ездили все время к врачам больше 20 километров дальности сельским районным центром. Нам очень трудно было. С просьбой помочь в их беде построить новый центр семейной медицины. Жители села вместе с администрацией обратились к депутату Джугуркукинеша Канату Исаеву. Парламентарий в помощи не отказал. За короткое время, буквально за 3-4 месяца, видите, вот ГСВ из 8 комнат. Очень качественные постройки, со всем оборудованием. Я думаю, минимум сюда вложены инвестиции 4 миллиона сомов. И это для не только жителей этого села, но и всего Ай-Лай-Маклы, где 5 сел. Я думаю, это будет очень значимый социальный объект. Однако это уже не первый социальный объект, который появится в селе благодаря политику. В минувшем году здесь же открыли школу, совмещенную с детским садом. Родители жаловались на то, что маленьким школьникам, чтобы попасть на уроки, приходится преодолевать немалые расстояния, выходить еще за темно утром, а возвращаться поздно вечером. Новое учебное заведение рассчитано на 90 человек и предполагает обучение для детей с 1 по 4 класс. Года 2-1,5 назад заложили и в прошлом году открылась школа. В этом году уже открылся детский сад, в который ходят не только дети села Хай-Рма, но и ближайших сел. Останавливаться на достигнутом Канат Исаев не собирается. Планы по благоустройству этого аильного округа у политика серьезные. Так, по его словам, на днях состоится открытие еще одного центра семейной медицины и нескольких спортивных залов. Однако огорчает депутата то, что для развития инфраструктуры на периферии все чаще приходится обращаться к иностранным спонсорам, а ведь это обязанность правительства. Мы не должны просить у кого-то, мы должны быть самодостаточным, богатым государством. Для этого на предстоящих 15 октября выборах мы должны избрать достойного президента, который поведет страну вперед. Сабина Дамаскина, Армек Азизов, НТС.